всем привет всем здравствуйте сегодня здесь с вами Катя Мирошниченко и сегодня у нас яркая история кораллово я сделала такую подборку кораллово персиковых оттенков очень мне кажется такая красивая раскладка получилась и хочется дизайна сегодня сделать через призму вот коралловых оттенков с чем их можно миксовать парные цвета и на самом деле это у меня ассоциацию всегда вызывают коралловая история с круизом а с другой стороны круизная история это всегда что-то бело-синее да и что-то связано с морскими тематиками там стильняшка и так далее так вот коралловая история она тоже может быть круизной да она тоже может быть морской это может быть очень такой яркий сочный летний вариант я сегодня покажу в разных техниках сочетаниях использования именно коралловых цветов здесь у нас вот так вот я уже дизайнеры приготовила начнем мы с вами с первого варианта сочетания кораллово классического с чем он может дружить вот но прежде чем приступать дизайном хочется показать вам все таки выкраску оттенков которые сегодня сделала смотрите классический коралл многие не знают у нас есть роскошный восхитительный оттенок номер 11 это вот прям коралл коралл когда спрашивают там коралловый цвет вот вам 11 гель-лак это базовый ассортимент там самая первая линейка гель-лаков цветных когда появилась и конечно там был вот этот коралловый оттенок номер 11 это прям такая классика это слегка холодный оттенок кораллов что это как правило красный плюс белый и получаются оттенки кораллов с маленькой капелькой желтого вот здесь капельки желтого нет это прямо такая классика . красивый коралловый цвет есть вариант коралла когда он более сочный более яркий это например история смотрите неоновый коралл это когда мы берем неоновый цвет и он коллируется под коралл смотрите какая яркая история получается казалось бы два коралла этот даже в названии имеет коралл кварц смотрите название коралла и как они по-разному выглядят смотрите получается один такой теплый коралл второй вариант более холодный вот поэтому если мы берем например коралл холодный топ нему и оттенки нужно брать парные холодные я вам сегодня предлагаю сделать вот такое вот посмотрите необычное использование в рисунке красного цвета красный сам по себе специфически казалось бы вот но тем не менее если мы к этому кораллу возьмем парный цвет вот такой 386 розовый то здесь и коралл во первых очень хорошо поддерживается и во вторых красный принт а это сложный вариант там не на каждом цвете это красиво будет смотреться это может уйти в вульгарность так вот такое сочетание смотрите как круто смотрится да и красный здесь идеально уместен лучше не придумаешь лучше не придумаешь так номер 386 дальше если мы возьмем вот этот коралл 094 к нему в пару я предлагаю вот таких есть два прикольных оттенка персика коралл здесь теплая история на 94 цвет если мы возьмем к нему например тот же 309 это идеальная для него пара идеальная пара номер 309 эти какие могут быть разные коралловые оттенки какие не могут быть разные пары персик эта история больше конечно весенне-летние тем более кстати цвет года кто помнит какой у нас цвет года персиковый оттенок вот но я сейчас персиковый оттенок цвет года из самой коллекции не беру я сейчас взяла базовый ассортимент что у нас есть из персиков и кораллов вот вполне себе номер 410 это глухой оттенок персика причем когда мы вот так в одиночку на него смотрим персика персик классическая такая история пастельная но как только мы его кладем рядом 309 персиком да смотрите какая большая разница кажется что это не персиковый какой-то бежевый на самом деле это персиковый оттенок и он очень хорошо кстати дружит с тем же и 94 цветом и плюс этот оттенок очень хорошо может быть как отдельный цвет для яркого маникюра на самом деле за счет того что здесь персик он спокойный до такой медовый персик на нем будет очень классно смотреться яркие неоновые оттенки сейчас мы это все с вами попробуем еще раз сегодня у нас эти такая подборочка на тем палитра можете прям сфотографировать его уверенно многие оттенки у вас есть палитре вот эти как хорошо например клиентам давать выбор без выбора когда вам нужно например израсходовать какие-то цвета вы просто их компонуете с компаньонами чтобы это дружно вместе весело смотрелось красиво и как хорошо привлекает внимание итак начнем с первого сочетания какие говорила холодному кораллу обалденно идет холодный розовый и при этом может быть орнамент красный и не будет вульгарной не будет как-то из перебором нет все гармонично все гармонично и здесь даже вот черный не хочется использовать хотя на одном типсе добавил но мне кажется вот идеальный вообще даже только белый красный розовый и коралловый получается одни ногти я предлагаю клиенту покрыть кораллом номер 11 например четыре ноготка будет коралловые чисто коралловые номер одиннадцать стравбери мармелад клубничный мармелад и к нему в пару часть ногтей например 6 ногтей будет бредно розовый либо наоборот 6 ногтей мы делаем коралловые чтобы акцент шел на коралловое покрытие и четыре ноготочка делаем холодный розовый красивый розовый оттенок у нас кстати выходил в рамках коллекции розовой кто покупал кстати розовую коллекцию она у нас выходила в том году розовую коллекцию как раз в этой коллекции будет розовый цвет но также он отдельно продается ассортименте так и здесь нам понадобится с вами всего лишь красный цвет для орнамента слайдерах вы редко можете найти чтобы было все в чистом красном цвете поэтому это только история работы кто любит работать со стемпингом пишите кто любит что я знаю что это такая история многие недолюбливают стемпинг а я всегда говорю это просто бы еще не научились нужно просто продолжать тренироваться чтобы появилась скорость то что в стемпинге основная проблема это не навык делать дизайн а а это навык скорость здесь как правило не получается когда немножко медленно почистим и обычно так эти влажной салфеткой протирают жидкостью для снятия лака и потом еще обычной бумажной на сухо протираем все готово скучно стороне уже почти закончился в случаях предлагаю нанести teclas чтобы исправить саловый дисперсионной пленки слушай и здесь тоже самое хотя многие просто пересушивают либо обезжиривают поверхность здравствуйте девочки здравствуйте вы кстати мне так и не написали что вы думаете красный красный это вообще такая вот знаете это настолько вот грань между красиво хорошо гармонично и когда это просто безвкусно вот что покрытия красные что декоративные покрытия красные что просто роспись когда в росписи в самой линии присутствует красный цвет ну давайте например для первого слоя возьмем только элемент кораллы очень кстати удачная пластина считаю прям знаете на все времена когда отдых отпуск и вообще лето что отпуск то у многих может быть и не летом вот идеальный выход что предложить клиентам это прям вот идеальная палочка выручалочка первый слой сделали прокрываем молочным сначала хотела просто красным оставить хочется чтобы некоторые типсы были например чуть посложнее достаточно перекрыть не сильно тонким слоем молочного топа и второй слой уже в чистом цвете красный по-другому вообще чем я вдохновилась когда делал этот маникюр я два месяца назад должна была купить костюм хлопковый такой бледно-розовый с коралловыми вставками и с красным орнаментом это былин так обалденно было так обалденно смотрелось что это думаю блин купить не куплю не знаю почему почему я не купила вот но запомнила и когда сегодня такой стал вопрос так с коралловым цветами сразу вспомнила этот костюм думаю вот блин это вот прям идеальный маникюр этот костюм лариса пишет у нас 80 процентов носят однотон к сожалению я не знаю мою бытность когда я работала у нас точно так же только у нас тогда было не однотон все говорили у меня французский маникюр все рисуют вот когда я 20 лет назад мастером работала на все говорили ой не мои клиенты дизайн не делают только французский маникюр вот тогда был французский маникюр это как однотон приравнивалась то же самое и при этом я мастер тут же сижу в соседнем зале а у меня какой там однотон это как говорила ко мне пожалуйста с однотоном не приходится с французским маникюром вернее вот соседний зал там все звездочки сидят все французский маникюр умеет рисовать и у меня в итоге вот там например 100 клиентов было и все 100 клиентов делали дизайн дизайн я не обслуживала клиентов без дизайна и теперь еще свой просто смотрите у нас же вот школа большая онлайн да и очень много выпускников и там вот все равно даже по выпускникам смотришь кто уже такие успешные кейсы вот все равно они делятся четко на категории есть кто делают дизайн у них клиенты процентов 80 ну понятно что не все 100 процентов а наоборот где-то 80 процентов делают дизайн и 20 процентов не делают и есть ученики до выпускники у кого реально вот такое же соотношение наоборот 80 процентов не делают и только там 10 5 процентов делают что я все равно считаю что дело не в тренде а дело мастер возможно вы спустя семь лет чисто вот знаете на интуитивном уровне там тело устало и сказала какие дизайны тебе лариса делай однотон милое дело вот потому что тренд например на те же длинные ногти до на длина шестерка семерка особенно вот молодежь там 25 плюс 18 плюс многие делают сейчас длинные ногти до 7 лет назад возьмем такого не было был тренд на короткие ногти вот поэтому и таких мастеров много кто сейчас может предложить длину ну по крайней мере побольше чем два года назад все два года назад огнем днем с огнем не сыщешь мастеров кто моделирует все как будто вымерли резко моделирующие мастера так смотрите как прикольно получилось розовый молочный и красный дизайн никакого белого черного ничего лишнего и вот как они вместе смотрятся сейчас просто дело в том что если мы хотим делать что-то интересное клиентам например дизайн то нужно ускоряться и делает намного быстрее чем вы делали это раньше потому что знаете как моя подруга говорит не делает дизайн говорит катя потому что если не к мастер будет делать дизайн это очень долго 5 вот это например свою женю спрашиваю женя приди уже ко мне тебе сама этот дизайн сделала что я-то дизайн сделаю это минут за 15-20 на 30 вот а у нее мастер хороший классный но например дизайн и если делает редко и это очень долго и учит не делать не потому что ей не кайф поверьте ей кайф а время очень долго мастер делает дизайн так а здесь лучше сделать какое-то более такой минималистичное это буквально маленькая пусечка беленькая в какую пусечку беленькую отпечатаем дать рыбку что не получается один перегруженные а второй не загружены и не загружены еще потому что только белый будет участвовать никакого красного вот необычное сочетание никогда в жизни до этого сочетания не додумалась просто я же говорю очень люблю моду люблю одежду все время какие-то подборки себя одежды сохраняю не с точки зрения что еще спойду это покупать а мне для вдохновения когда я делаю какие-то варианты дизайна это очень классно вдохновляет можно посмотреть в принтах одежды разные вещи интересные до которых бы там ты сам не догадался обычной жизни так и здесь текст конечно же какой лучше беленький какой-нибудь взять беленький там есть мне уже беленького текста не осталось прямо не хочется все было только беленькая и тогда часть ногтей будет очень хорошо уравновешиваться вот такими не перегруженными причем смотрите понятно что так текст не клеят но я его клею не как смысловую нагрузку а как композицию так сушим здесь выбираете часть ногтей возможно у вас четыре будет розовых и шесть коралловых и наоборот может быть такой манитюр смотрите как хорошо здесь дружит красный хотя красный сам по себе это такая прям история еще раз говорю очень опасно не каждый может понять сколько должно быть этого красного в рисунке как он вот вам пример да когда молочным слоем перекрываем получается такой приглушенный розово-красный и классический чистый красный когда рядом еще находится коралл цвет вот как-то так хотя вы китайскую роспись и перестали делать правильно я заметил правильно почему долго потому что долго теперь давайте вот такое сочетание если мы берем кораллы только яркий сочный и он в градиенте будет хорошо смотреться с персиком уже они с розовым и для этого мы берем уже неоновый коралл номер 94 и к нему предлагаю взять номер 309 для перехода будет очень хорошо я градиент не люблю делать хотя очень люблю как выглядит просто градиент без дизайна без ничего но блин для меня это очень долго потому что тогда нужно минимум два слоя делать этот градиент на всех ногтях вот и понятно что это должно быть очень детально тщательно и идеально вот но градиент хочется поэтому у меня всегда любой градиент заканчивается дизайном поэтому сейчас постараемся с вами сделать это все в один слой потому что я знаю сейчас какие недостатки будут погрешности вся все спрячу за слайдером а слайдер представьте быстрее наклеить чем сделать второй слой градиента парадокс парадокс казалось бы то что идеальный градиент он конечно требует времени поэтому я делаю такое всегда слова говорю грязный градиент грубо говоря на быструю руку потому что я знаю что у меня все моменты прозрачности недостатков снивелируются спрячутся под слайдером сейчас скажут а как же ноготь клиента вы бы переворачивали бы до переворачивала только понятно что не руку оторвала и перевернула там просто подгибается кисть и очень удобно перевернутом виде сделать градиент потому что я так делаю градиент я периодически переворачиваю и работаю наоборот сделали и предлагаю смотрите какие брать слайдеры берете слайдеры те которые идут паттерном но с прозрачной основы сейчас я покажу как ими работать потому что них есть своя специфика плюс в том что смотрите можно клеить на любой фон хоть черный и рисунок читается почему потому что идет белая подложка у самого орнамента вот но за счет того что вокруг пленка прозрачная вы когда снимаете слайдеру он может так на воздухе очень быстро сворачиваться поэтому работаем только со штампиком исключительно и здесь название банановая республика очень весело градиент как раз персиково-коралловый на удивление очень круто смотрится потому что и здесь и здесь есть желтое пятно и это очень красиво сочетается именно с этими оттенками видите и папайя да и ананас с бананом самое главное не видно косяков у градиента желательно быстренько пройтись перекрыть все слайдером топом потому что все таки на дисперсию легче сажаются эти слайдеры можно например не на весь ноготь а давайте вот так вот частично выберем поэтому это может быть и паттерн а может быть вот такой вот кусочек все водичка да ускоряться надо поэтому я последние годы видите курсы есть по ручной росписи но их мало материала я выпускаю для ручной росписи да например пасты и мультипл гель дженте клер вот но все требует все равно сокращения времени поэтому шармико видите что я делаю видите возвращаю на место все и тогда спокойно не спеша приклеили понятно как работать такими паттернами когда на белой подложке напечатан рисунок столько со штампиком и обязательно по штампику прям разравниваете этот паттерн а потом уже спокойно не спеша приклеивается это очень удобно эти как классно то что пленка прозрачная обязательно ультрабонд и ультрабонд желательно чтобы он для слайдеров у вас был отдельный бутылек какой-нибудь то что водопол флакона израсходовал именно на слайдеры это уже плохой праймер для натуральных ногтей но для слайдера подходит так здесь можно перекрыть например текласа и добавить какую-нибудь напись наспись как говорит наташа коклюгина надпись ушечка вот она очень хорошо дополняет композицию усложняет при этом не нужно тратить много времени потому что опять же шармиконы хороши тем что они на кривой основе это очень быстро лариса пишет сейчас смотрю ваши уроки уроки в курсе разделе разведаями творчество очень много уроков действительно во имя онлайн и я до сих пор продолжаю записывать и других экспертов записываю уроки по дизайном но они отдельно у нас не продаются в основном они в рамках каких-то проектов целый год шел проект ими арт-клуб там только дизайн вот сейчас будет отдельный канал более расширенные вот но опять же для него также был записывать уроки и мастер-классы по дизайну ногтей ручных когда ведутся эфира конечно больше мы работаем с вами с декорациями потому что считаю очень достойные альтернативные варианты дизайна могут быть ручным дизайном вот и сэкономится очень много времени то что клиенты как вот я же вам говорю пример вот мой мой друг ногти делает всю свою жизнь и вот дизайн говорит сейчас практически перестала делать по причине что долго времени много мастер тратит на это то я не хочу сидеть так долго и ждать вот с градиентом и без градиента поверьте разница будет вот все равно с градиентом смотрится сложнее чуточку сложнее вот поэтому позвольте себе сделать градиент просто чуть-чуть его более грязным где-то неаккуратным почему потому что элементы они все прикроют все скроются смотрите отдельно тот же слайдер на одной стороне у нас бананы с ананасами здесь попали и в принципе эти все ногти могут быть даже ногтями одной руки объединяющий момент будет свет это градиент смотрите так сейчас специально через одного поставлю вот даже сейчас слава богу вот этот тренд на разный дизайн разный маникюр на каждом ногте отдельно имеет место быть вот уже сколько лет а все равно это наблюдается история поэтому можно позволить себе например просто объединять это все за счет фона как в данном случае еще раз это слайдер у нас банановая республика так ну а текстовый шермикона вот сегодня я работала двумя шермиконами текстовыми сейчас это один из новой коллекции лета а второй из прошлой вот он номер 249 уже сколько раз обвожу потому что я постоянно им работаю и обожаю вот этот 234 летний день здесь очень много по композиции крутых текстов и тексты с точки зрения не наполнения по смыслу да мы все равно с вами английский большинстве случаев не знаю а именно с точки зрения красоты элемента понимаете какая дополнительная композиция круто так давайте посмотрим теперь как можно еще персик использовать для фона я вам предлагаю сделать вырви глаз яркий дизайн это когда берутся одновременно несколько оттенков давайте возьмем новые неоновые 15 14 16 18 а фон сделаем спокойный персиковый сейчас вы увидите как в принципе неплохо этот персик будет дружить с этими неоновыми оттенками восхищаюсь вашими работами спасибо большое кстати коррекцию же пора делать я переносила нельзя так перенашивать хожу кстати с новой базой гамма-бэйс неоновый очень классно мне очень подходит меня и ногти как папиросная бумага тонкая смотрите какая хорошая крепость как хорошо было когда клиенты даже после работы сидели на услуги с удовольствием мы все акриловыми красками тогда рисовали да раньше клиент мог себе позволить сидеть по три часа я помню это время я клиентов обслуживала в среднем где-то два два с половиной часа кто-то и 3 обслуживал и сидели клиенты и ждали когда закончится услуга давайте 410 как фон возьмем и за счет того что здесь есть неоновый желтый и оранжевый этот персик тоже будет идеально подходить при этом будет час вырви глаз яркий дизайн суши так перемешать можно здесь взять какой-нибудь граффити у меня есть две пластины и любимые кто любит такого молодежной стиле граффити у нас их две либо ту либо ту вот для этой техники то что сейчас буду показывать подходят обе приготовили перемешали если не хотите чтобы так перемешивалась можно не такое количество капель ставить видите здесь из-за того что я мелко и часто она перемешивается и получается видно что вот эти как ведущие были цвета и она под персик смотрите как хорошо подходит и такой градиент мягкий где-то вкрапления желтого розового зелененького да можно теперь какие-нибудь зеленые элементы яркие предлагаю уже отдельно добавить и на персик зеленый неоновый очень круто подходит так чуб зелененькое сделать давайте тут сердечко ой даже два сердечко пусть будет как раз раз уже отпечатался вот он не очень читается все равно как пятно зеленое смотрите как хорошо казалось бы где персик неоновые цвета еще и зеленый мне такое сочетание очень понравилось причем персики специально взяла не яркие очень приглушенный спокойный и на нем очень хорошо смотрятся все неоновые цветам так перемешку мне даже нравится то что вот где-то зеленый смешался с этим оранжевым получился такой какой-то ухристый цвет смотрите красиво вот вам и персик сегодня у нас получается с вами была бы такая подборка гель-лаков до казалось бы одна гамма и какие разные по характеру получили дизайны давайте посмотрим по характеру какие разные дизайны получились сейчас я их вот так вот положу можно сейчас сфотографировать еще скажу еще кстати еще раз номера пластин и не сказала номера пластин какими я работаю этими пластинами делать очень круто быстро дизайна опять же возвращаясь к тому чтобы быстро делать это вот классно текст номер 7 и символы номер 11 вот эти две пластины да лаки можно разводить жидкостью специальное для лака у нас жидкость для снятия лака разбавитель лаком называется тоже есть прям рекомендую понятно что лаки которые для покрытия их не рекомендуют до бесконечности разбавителем для лака разбавлять вот но тем не менее мы все равно разбавляем и лайки для стемпинга это же краски на лаковой основе то же самое разбавляем разбавителем но как будет такой момент когда знаете вот уже столько вы будете разбавителя добавлять с каждым разом а пигмента становиться меньше и возможно они будут уже не такие плотные например вот но кстати в отличие от обычных лаков разбавитель сильно не испортит качество краски потому что это же не носительный вариант это что это для росписи для дизайна применяется классный неоновый цвет только хотела спросить что за цвет на ногтях правой руки а это у нас вышли новые базы сейчас я посмотрю не есть выкраска баз оля кто пропустил на прошлой неделе я делала презентацию еще новых цветов вас принеси гамма-бейс выкраски все сейчас вам тогда напомню еще раз что у нас вышли новые базы в двух формулах под названием гамма-бейс там есть две формулы с 1 по 4 номер это одна формула более эластичная каучуковое свойства каучуковой с 5 по 14 это базы со свойствами жесткой базы мне обе формулы кстати нравится до сих пор не могу выбрать какую оставить потому что мы сейчас будем целый год мешать разные камуфлирующие базы базы с блестками плотные полупрозрачные вот на этих двух формулах и я посмотрю по обратной связи и мы возможно либо обе формула оставим либо будем работать с каким-то одним а здесь нет первых четырех так показываю это как раз то что у меня на моей правой руке это вот он номер 7 это со свойствами жесткой базы до жесткого каркаса это вот то что вышло буквально несколько дней назад тоже жесткий каркас жесткая формула вот а это со свойствами каучука с 1 по 4 номер смотрите сколько новых вас уже есть продажа вот следующая коллекция кстати тоже почти готова она будет больше с блестками вот это все эмали вот эти такие эмали средней плотности эти эмали высокой плотности сердце так и так вот правильнее положить следующая коллекция она будет там знать такие люди ки будут нюд с блесточками такие розовенькие полупрозрачные такие более базовые цвета сейчас пока вот летом мы выпустили 14 оттенков и все они вот видите и пастель и яркие лаки для стемпинга по сроку годности сколько могут стоять если не часто пользоваться слушайте ну как и лак все зависит от того что воздуха попало когда вы не часто пользовались нет не сказала что тебя конечно долгий срок лака любого у вас есть лаки обычно это не во сколько хранятся я думаю что года два хватит ну хотя там тоже надо смотреть если воздух попадает короче очень хорошая база девочки так мне нравится на этом я с вами прощаюсь у нас еще кстати вышли новинки но я сейчас уже не буду показывать я у нас вышли лаки биби это знаете как есть крема биби кто знает и пользуется кремами биби вот у нас вышли лаки биби офигенные с лечебными свойствами с такими камуфлирующими свойствами вот обычные лаки для натуральных ногтей кому нужно восстановить ногти кому просто нужно придать здоровый вид ногтей вот но об этом с вами поговорим скорее всего либо в конце этой недели либо на следующий жду как всегда вас в следующую пятницу в 2 часа дня всем пока пока